Привет, привет всем! Виталий Валерьевич, я хочу вместе с вами дать старт фестивалю. Вы готовы? Фестиваль «Наука 0 плюс» заместитель губернатора Виталий Тушинов открыл в дуэте с роботом научно-технического центра «Причи Гаудишкой». В этом году университет в третий раз стал площадкой для главного научного события региона. И вуз на открытии решил показать свои достижения за последние годы. Это новая технология для учебы и победы студентов в престижных конкурсах. Также на церемонии сообщили, что ЧГУ получил федеральный грант на изучение искусственного интеллекта. Чтобы эти технологии искусственного интеллекта, способы работы, они, собственно, стали частью образовательных программ университета, не только посвященных, например, инженерным или IT-направлениям, но даже, например, таким образовательным программам, как педагогика. Собственно, это флагманское направление развития. Фестиваль прошел в особый для России год – Год науки и технологий. Именно поэтому организаторы подготовили более 170 научных маршрутов по 10 направлениям. Среди них кибербезопасность, космос, новая медицина, альтернативная энергетика, климат и экология, гуманитарные науки. Тут мы изучаем и учимся, и дружим с роботом, пытаемся подружиться с ним. Можно наводить на картинку, на всю страницу, и возникает такое виртуальное оборудование. В условиях ограничений фестиваль прошел в смешанном формате. Более 40 площадок, которые открылись в пяти корпусах ЧГУ, посетило более 2,5 тысяч школьников. Свои инновационные технологии представили крупные промышленные предприятия, банки и цифровые компании. Фестиваль для нас еще важен в другом аспекте. Потому что, приходя сюда, участвуя в различных мастер-классах, круглых столах, в играх, которые здесь разработаны специально для детей различной возрастной группы, дети по-настоящему понимают, а что же такое наука. И, конечно, формируется познавательный интерес, заинтересованность. Кроме того, они видят реальное достижение таких же молодых людей, студентов. И сейчас их достижения могут быть использованы реальным сектором экономики. Именно в этом году Вологодская область определила стратегию, как развивать науку в регионе. Упор будет сделан на двух программах. Первая – наука должна развивать базовые отрасли, как металлургия, химия, сельское хозяйство и лесная промышленность. А вторая – определить направления науки, которые позволят сохранить молодежь в регионе. Нужно развивать те направления науки, которые на сегодняшний день интересны молодежи. Это направление IT-технологий, это вещи, которые связаны с биотехнологиями, это вещи, которые связаны с медициной. Пускай у нас нет профильного медицинского вуза, но, тем не менее, на стыке биотехнологий, медицина на сегодняшний день и программного обеспечения развиваются очень быстро. Это то, где мы можем принимать активное участие. Поэтому для нас наука – это в первую очередь вовлечение в этот процесс молодежи, той молодежи, которая останется в Вологодской области. На фестивале проводились различные конкурсы и викторины. В них поучаствовали учащиеся из 42 школ города и 6 районов области, детские сады и студенты вуза. Лучших наградили на церемонии закрытия. Александр Шагичев, Александр Беспалов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова